Приветствую вас, дорогие умные! С вами опять я, Татьяна Шманова. Поздравляю вас с наступившим Новым Годом, с прошедшим Рождеством, счастья вам, здоровья и мира в вашем доме и в вашем сердце. Сегодня хочу вам предложить прогноз на февраль месяц. Давно я уже не выходила в эфир. Не буду называть причину, были обстоятельства, к сожалению, не зависящие от меня, но так получилось. Но не будем терять время, приступим. Итак, что вас ждет в феврале 2024 года? Начнем с фона месяца. То есть, какие ощущения у вас будут вызывать события в 2024 году, в феврале месяце? Паш Жезлов. Ну что ж, довольно горячие ощущения. То есть, те события, которые будут у вас происходить, вы их, во-первых, прочувствуете, хорошо прочувствуете. И они у вас вызовут ощущение новизны, что что-то стало меняться, что-то стало происходить. Возможно, это внутри вас, возможно, вокруг вас, возможно, даже связано с вашими детьми. И это тоже не исключено. Ладушки. Идем дальше. Какие конфетки вас ожидают? Карта влюбленные. Ну, что ж сказать. Конфетки приятные. Для кого-то это любовь. Соединение с кем-то из членов семьи. Соединение, возможно, с людьми, которые вам были когда-то дороги. Ну, вообще, конечно, карта в первую очередь, в первую очередь говорит об отношениях. Об отношениях с кем-то. Причём серьёзных отношениях, потому что всё-таки это старший аркан. Но также этот аркан имеет и второе значение. Это выбор. Важный выбор. Ну, может быть, между кем-то и кем-то, а может быть и между чем-то и чем-то. Но не забываем, что это конфетка. Поэтому всё, что будет происходить, это будет для вас не только в плюс, но и для вашей души во благо. Во благо, так скажем. Ладно, а что у нас с занозой? Как-то повешенный тоже старший аркан. Ну, что тут можно сказать? Может иметь место быть занозом. И она будет связана, может быть, с зависанием какого-то вопроса. С остановкой какого-то процесса. Может быть, связано, не обязательно это событие со стороны каких-то людей или обстоятельств. Возможно, даже вы сами нажмёте стоп-кран и скажете, нет, я подожду, я посмотрю, я сориентируюсь, а потом уже буду действовать, понимаете, или принимать какое-то решение. Но, друзья мои, не исключено, что заноза может быть связана с неким озарением. То есть вы можете увидеть картинку совершенно в другом виде, возможно, неприглядном. Не в том виде, которого вы ожидали, но на то она и заноза, понимаете. Не то, на что вы рассчитывали, это тоже может быть. Либо обстоятельства вас вынудят посмотреть на происходящее вокруг вас или на проблему совершенно с другой точки зрения. Да, такое тоже может быть. Ну что ж, с этим мы разобрались. Давайте теперь глянем, какие же события будут вас ожидать в феврале месяце. Итак, деловая сфера. Троечка жезлов, мои хорошие. Ну что сказать, события могут касаться каких-то нововведений, новых планов, новых целей, новых отношений, в том числе, мои лапочки. Да, что-то забрежет впереди, и вы, так сказать, отодвините за спину то, чем вы занимаетесь, что для вас было наиболее важно. И, так сказать, устремите свой взгляд вперед. И может, может даже что-то поменяться. Поменяться в ваших планах, в ваших целях и даже в ваших отношениях. Да. Смена приоритетов, смена, как я уже сказала, планов, смена отношений. Да, могут поменяться круг ваших близких, может поменяться близкий партнер или партнерша. Ну, по крайней мере, появится какой-то новый взгляд, новые отношения. Тут уж, как говорится, ничего не поделаешь. Но, тем не менее, тем не менее. Да, в деловой сфере могут происходить и смена профессиональной деятельности, как я уже сказала, смена деловых партнеров. А это в первую очередь, я имею в виду партнеров. Это может быть перезагрузка своего рода, перезагрузка. Но пока это в виде планов, понимаете, в виде ваших внутренних энергий. Ну, дойдет ли до действий, пока сложно сказать, пока сложно сказать. Тем более у нас тут в занозах повешены. Не исключено, что как раз это и связано с вашей деловой деятельностью. Может, кстати, касаться и каких-то хозяйственных вопросов, домашних дел. Да, связанных, допустим, может быть, с переездками, с ремонтами, с какими-то перетурбациями. Ну, касающие только дел. Идем дальше. Финансы. Что здесь? Ну, здесь, друзья мои, какие-то подарки. Приятные сюрпризы финансовые. Финансовая поддержка в том числе. Ну, скорее всего, от людей, которые к вам очень хорошо относятся. Вот. И желают вам помочь, поддержать. Вот. Также вполне возможно какие-то поступления от творческой деятельности. Может быть, поступление, финансовое поступление от каких-то поездок. Тоже может. Ну, хорошая карта, друзья мои, хорошая. Идем дальше. Что там у нас с отношениями? Ага. Ну, имеется в виду тут, друзья мои, отношения любовные, сердечные. Ну, и также отношения с родственниками, с друзьями, подругами, коллегами. Тут уж для кого что важно. Ну, выпала довольно неординарная карта. Дьявол. Это уже, может, кого-то насторожит. Кого-то взбодрит. Потому что под дьяволу может быть и очень активная сексуальная жизнь, и любовная жизнь. Может быть просто широкоформатный флирт, неожиданный флирт, который, скажем, сносит крышу. Вот. Может быть, друзья мои, отношения связаны с некой зависимостью. Поэтому будьте осторожны в этом плане. Возможно, кто-то вас захочет к себе привязать. Ну, причины не будем рассматривать, они могут быть разные. Но не исключено, что вы кого-то захотите привязать. Тут может иметь место и магия, и энергетическое какое-то воздействие. Либо с вашей стороны, либо в вашу сторону. Тут у каждого будет своё. Ну, и совет. Давайте посмотрим, какой совет вам даст карта Таром. О, смотрите. Туз Пентакли. Отличный совет. В первую очередь он говорит о шансах и возможностях. Не пропустите, не проглядите эти шансы, эти возможности. Это может быть связано и с работой, и действительно с финансами напрямую. Это может быть связано с новыми отношениями, с новыми знакомствами. Любые возможности. Любые. Как деловые, как финансовые, так и сердечные. Тут уж решать вам. Глядите в оба. Вот такое напутствие. Или такой совет вам дала карта Таро. На этом я закругляюсь, мои хорошие. Всех благ вам, счастья, любви, денежек побольше. И пусть у вас всё будет хорошо. Приятного аппетита. Поехали. Продолжение следует...